Ну а сегодня на нашем канале премьера многосерийный фильм по законам военного времени. События к середине лета 41-го. Тревожная обстановка в прифронтовых районах. Отступление и неразбериха, когда начинает действовать криминал всех мастей. Бан под поле и диверсанты. Муниса Усманова о том, кто будет искать чужих среди своих и что объединит главных героев. Диверсия, предательство или личные счеты в самые первые дни войны на передовой серии убийств красноармейцев. Все выстрелом в спину. На расследование преступления бросают опытного следователя Ивана Рокотова. Ему в помощь Москва прислала не то напарницу, не то надзирателя. Юриста из Днепропетровского УГРО. А вы не хотите обсудить дело, товарищ Иван Юрий 2-го ранга? А что обсуждать? Подробности выясним на месте. Или в Днепропетровском УГРО принято выдвигать версии до осмотра места преступления, опросы свидетелей. Кроме взаимного недоверия, невольных партнеров объединяет страсть к дедукции. Правда, их метод порой обескураживает. Представьте на секунду, Светлана Петровна, что вы меня ненавидите. Это несложно. Вы бы ограничились одним выстрелом. Ну что вы, на вас я не пожалела бы обоимы. Чтобы наверняка. Как знаете, этот угадай мелодию. Я угадаю эту мелодию с трех нот. Пожалуйста, угадывайте. А я угадаю с двух. Каждый из этих персонажей – сильная личность. Точно понимает, чего он хочет. Она говорит часто, что я не женщина. Я ваню юрист второго ранга. У них есть общее дело. Оно их примеряет, объединяет. Невозвратимое, необратимое и неоспоримое. Дело общее на всю страну. В победах только поле боя военных следователей – невидимый фронт. Нужно распознать чужих среди своих. Кто? А действует кто-то внутри штаба. И поэтому подозревают друг друга все. Надо помнить, что 41-й год – это еще как бы отзвук 37-х годов остался. Массовая подозрительность. В каждом виде шпиона. Александр Панкратов-Черный сыграл водителя Рокотова – деревенского мужичка, которому люди порой рассказывали больше, чем следователю с корочкой. А я че? Я ничем. Актер вспоминает, с какой документальной точностью создатели подошли к этой художественной ленте. Съемки проходили в местах реальных боев. Под Киевом. А когда он удивился, почему окопы какие-то незаконченные, режиссер ответил. Так, Сашко, это же первые дни войны. Все наспех. Никто же не знал, что Гитлер нападет и прочее. Поэтому все окопы должны недоделаны. Наспех сделаны. То есть все продумано. Эта картина объединила Россию, Украину, потому что это совместное производство. И все это, на мой взгляд, как-то здорово. Этот фильм не о войне, подчеркивают авторы. Она лишь фон для захватывающей детективной истории. И главные герои, распутывая одно дело за другим, в любой момент рискуют оказаться в ловушке. Ведь по законам военного времени подозрение – это почти приговор. Товарищ Рокотов, вы арестованы. Садитесь в машину. Быстро. Муниса Усманова, Мария Емельянова, Сергей Филиппов и Анна Хигай. Первый канал. Итак, первую и вторую серии фильма смотрите уже сегодня, сразу после программы «Время».